Современная индустрия игр То примерно треть всех игр когда-либо продававшихся в стиме вышла в 2016 году А если быть еще точнее, то это более 5000 игр И это только в стиме Конечно же не все игры заслуживают внимания Я бы даже сказал, подавляющее большинство его не заслуживает Но даже ААА проектов в 2016 году вышло куда больше чем месяцев в году В связи с этим и возникает одна особенность У нас отпала даже возможность перепроходить игры Ведь бесконечные новые релизы захватывают все наше внимание Именно этот факт и смотивировал меня на запись данного видео Сегодня я расскажу вам, почему стоит отвлечься от всех новинок И уделить внимание старому доброму ведьмаку Поехали! Но перед тем как мы начнем, хочу озвучить одну приятную Как минимум для себя, а может и для вас новость Легендарный форум Goha.ru Так хорошо известный всем любителям MMORPG В довесок своей онлайн составляющей Сегодня занимается развитием и офлайн направлением Одним из этапов развития является интервьюирование разных стримеров И видеомейкеров специализирующихся на офлайн играх И ваш покорный слуга оказался в их числе На протяжении двух недель Goha задавала мне множество каверзных вопросов А я честно и откровенно отвечал на них Сегодня же это интервью было опубликовано Так что рекомендую к ознакомлению по первой ссылке в описании И будет круто если вы не только прочтете, ну или ознакомитесь Ну и напишите какой-нибудь комментарий Для тех кто пропустил матчасть, то Goha.ru Это форум где люди обсуждают всякое Раньше больше специализировался на MMORPG Теперь и на сингловых играх Для наглядности Если бы не было ютуба или мне было бы линь делать новые видео То свои ролики, но только в текстовом варианте Я мог бы выкладывать там И мы бы вместе с вами их обсуждали В общем первая ссылка в описании Если успели забыть А теперь к видео Привет ковбои, с вами Эвойс Ребус Это просто канал об играх А видео подготовлено при поддержке крупнейшего фан-сообщества Вселенная Ведьмака ВКонтакте Ведьмак 3, ну без сомнений отличная игра Лучшая, я бы даже сказал И для многих то что я сейчас скажу покажется незначительным Ведь за их спинами уже 3 или даже 30 перепрохождений Всем остальным же приятного просмотра И первая причина для перепрохождения Ведьмака Это общая целостность истории Последний патч вышел примерно год назад Последнее обновление полтора А первые две игры и цикл рассказов так и еще раньше Не упустите возможность узнать историю целиком И в хронологическом порядке Сначала прочитайте книжную предысторию Потом пройдите первого, второго и наконец третьего Ведьмака Узнав всю историю Белого Волка Ведь по заверениям разработчиков Ныне она закончена Поверьте мне Зная книжную предысторию и истории первых двух игр Ведьмак 3 Вы сможете раскрыть более полно Повсеместно встречая различные отсылки к прошлым произведениям И более глубоко понимая сюжет и мотивацию персонажей Более того Не упустите возможность правильно пройти третьего Ведьмака Делая выборы аналогичные выборам Геральта Либо на ваше усмотрение А оно у вас после всей предыстории явно будет Либо можете посмотреть мой ролик о правильных выборах Геральта Ссылку на этот ролик я оставлю в описании Пройдите дополнение Каменные Сердца Но до того, как отправитесь за Цири на Остров Тумана И начните дополнение Кровь и Вино Уже после того, как пройдете основной сюжет Я бы сравнил это, ну не знаю С пересмотром сериала Когда все его серии и сезоны уже вышли Думаю самое время это сделать и с Ведьмаком Ну а если вы и так знаете всю историю целиком И уже отыгрывали правильного Геральта То самое время сделать из него НЕ правильного Геральта Убивайте, когда можете спасти Отбирайте последние деньги Не превращайте Егошу в Чура Выберите другую чародейку Или спите с обеими Никого не щадите Приведите к власти другого короля Севера И правителя Скиллиги Поверьте, разработчики Ведьмак 3 Не поленились прописать разные вариации вашего поведения И вы сможете испытать действительно новые впечатления От моментов, которые ранее упустили И в этом вам, в том числе, поможет новый билд Если коротко, то билд это то, как прокачан И то, во что одет ваш персонаж Многие могут удивиться Но вариаций вашей прокачки А значит и стилей боя, ну очень много Будьте магом И превратите свои мечи в ненужный кусок металла Или станьте дальнобойным охотником на чудовищ Максимизировав свой урон от бомб и арбалета Превратите Геральта в представителя другой школы Используя их уникальные особенности броню и мечи Не забывая про отыгрыш в поступках Или просто станьте сильнейшим фехтовальщиком Убивающим все на своем пути практически одним взглядом Или в рамках правильного прохождения Отыгрывайте реалистичную прокачку Ведьмакам Я специально для вас разобрал уже более 30 билдов Вам остается только выбрать один из них Или попробовать все по очереди Помимо новых поведенческих выборов и прокачки Я уверен, что вы упустили очень много при своем первом прохождении Ведьмак 3 И нет, я не говорю про дополнения или квесты, которые вы просто не выполнили Если вы их не прошли, то этому стоит посвятить свое ближайшее свободное время Я говорю о скрытых местах и квестах Которые тут и там разработчики припрятали по всей земле И поверьте, квест с говорящей платвой это только один из тех, которые лежат на самой поверхности А вместе с выполнением новых квестов и посещением новых мест Вам скорее всего заодно попадутся и новые сундуки С иногда весьма и весьма интересным лутом Так что держите карман шире и не моргайте, чтобы вновь что-то не упустить и не перепроходить еще раз Ну а если вы, как например и я, успели пройти не только игру один раз Пройдя и открыв все, что только можно Но и перепройдя ее по другому пути То у меня для вас есть кое-что другое Это моды Скажу сразу Ведьмак 3 отлично ощущается и играется без модов Этой игре они не требуются Она отлично смотрится, слышится и играется Но когда ты ее уже прошел, можно и чуть-чуть поэкспериментировать с модами Например, сделать Геральта не беловолосым подкачанным мутантом, а черноволосым качком красавцем Можно поэкспериментировать с внешностями Йен и Трис Или например, с общим освещением или текстурами игры Ну так, самую малость Для самых отпетых укурков, как я, могу посоветовать попробовать поставить и вовсе глобальные моды Изменяющие игру по всем параметрам сразу, в корне меняя от нее ощущения Например, на стримах мы периодически проходим Ведьмак 3 с глобальным модом Школа Платвы Кстати, о всех модах, которые я сейчас упомянул, есть видео, на которые я оставлю ссылочку в описании На всякий случай Но на самом деле модов куда больше Например, можно превратить Навиград в зимний город, а скеллиги в пустыню Все это есть на сайтах, посвященных модификациям Таких как англоязычный Нексус Мод или русскоязычный Мод Геймс Ну и на всякий случай на видео, как устанавливать моды, ссылочка тоже будет в описании В конце концов, Ведьмак 3 это просто хорошая игра Мы иногда пересматриваем крутые фильмы и перечитываем отличные книги Просто, чтобы насладиться хорошей историей Ведьмак 3 это просто хорошая игра Настолько хорошая, что по большому счету не привнеся в жанр ничего нового И имея ряд минусов, она все же считается одной из лучших игр десятилетия Причем не только в рамках РПГ А не пройти такую игру еще раз Просто, чтобы насладиться ее забавными и эмоциональными моментами Ну, я не знаю Это просто грех Если у вас есть еще причины перепройти игру Напишите, пожалуйста, их в комментариях Возможно, таким образом вы поможете кому-то еще раз наслаждиться этой игрой Или вовсе смотивируете поиграть в нее впервые Я же на этом заканчиваю Всем спасибо за просмотр Если видео вам понравилось То стоит поставить ему лайк и подписаться на канал Также хочу напомнить про новый проект в Телеграме Записки старого Ведьмака Где Геральт каждый день описывает свои приключения и переживания Например, недавно он выполнил достаточно сложный заказ на Лешего И сейчас отправился к Неннеке Чтобы залечить полученную во время боя рану Ссылочка на записки где-то в описании А мы же увидимся уже в следующем видео Но пока на этом Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok